Всем привет, друзья! Только что снимал видео про ловлю ставриды. Там какие-то особенности, снасти, приманки. Посмотрите, тут будет подсказка, либо же в описании под видео оставлю ссылку на этот ролик. И решил рассказать еще такую тему, какие снасти я вообще беру с собой на море. То есть, что нужно брать с собой для того, чтобы на вашем отпуске, на морском отдыхе, можно было проводить время на рыбалке. И какие снасти, приманки вам понадобятся на море. Все свои снасти я помещаю в такой вот небольшой рюкзачок. Рюкзачок от Флагман. Он такой через плечо идет. Ну и тут сюда я все складываю. Смотрите, все упирается в то, какую рыбу вы хотите ловить. И понятно, какая рыба обитает у нас в море. Если мы говорим про ловлю рыбы на спиннинг, то это будет у нас бычок, в первую очередь. Потом будет сарган. Луфарь, бывает, подходит во второй половине лета в каких-то населенных пунктах. Ну и ставрида. Это тоже такой распространенный ночной хищник, которого также многие любят ловить. Начнем, пожалуй, с ловли бычка. На бычка используются обычные классические монтажи. Это шарнирные монтажи, крючки, чебурашки. Крючки небольшие, размерами 8-10 номер. Я сейчас пользуюсь недорогими сериями крючков от Флагман. F78, F59, F77 и тому подобное. Для таких штук использую такую коробочку. Тут у меня есть готовые монтажи, так и просто грузики. От одного до 7 грамм в такой коробке грузики я помещаю. На поводки нам нужен флюрокарбон. Тоже в небольших диаметрах. Там 0,16, 0,20 и тому подобное. Снасти беру ультралайтовые. На столе у меня два спилинга. Это X-Game до 10 грамм. Киншин до 7 грамм с катушками в 2,500 размере. Намотан здесь 0,4 шнур. Если ловить бычка, он обычно ловится где-то в камнях, в таких местах с обрывами. Можно ставить шнурок потолще, 0,4, как у меня. Если ловите ставриду с аргана, можно ставить шнур потоньше. Важен дальний заброс и тому подобное. Ловить бычка можно как на обычный наш микроджиговый силикон. У меня для такой рыбалки есть специальные такие черви японские. Производитель MaruQui или Marakui, как их называют. Они в этих пачках в таком особом сиропчике. И это специальный силикон для ловли в море. Он дорогой, но по уловистости ему просто нет равных. Очень часто на такой силикон, а не часто, а, наверное, постоянно, спеллингисты обловят других рыбаков, которые ловят на куски креветок и тому подобное. Выглядит он, кстати, вот таким вот образом. Он в таком сиропчике и имитирует таких длинных червей. Этих червяков я тут уже пооткусывал. Просто отламываете кусочек от такого длинного червя. Они все находятся тут на таких вот перепоночках. Сейчас вот достану вроде бы новое. Вот смотрите, вот такие вот червяки длинные. Отламываете небольшой кусочек, буквально там 3-4 сантиметра. Насаживаете на монтаж и ловите, получаете удовольствие. Это японский силикон для рокфишинга. Тут нарисованы всякие рыбки, которых в Японии ловят. Ну, у нас на него можно ловить бычка, ставриду, фарь плюет. То есть, для рыбалки в море это реально один из лучших силиконов. Они есть разных размеров, разных цветов, разных диаметров. Ну, выглядит все это дело вот как-то так. Следующая рыба, которую можно ловить на море, это сарган. Саргана лучше всего ловить на пилькеры. Он часто бывает проклевывает на силикон при ловле ставриды. Сарган это пилогическая рыба, которая обитает в верхних слоях воды в основном. И ловят его на пилькеры. Пилькеры это такие металлические вытянутые приманки. Которые выглядят примерно вот так. Тут у меня просто в коробке несколько штук немного запутались. Сейчас я что-то вам освобожу. Вот так вот выглядят пилькеры. Это у меня, кстати, модели флагман сарган пилк. Они есть в четырех разных размерах. Четыре разных размера, четыре веса. Это предпоследний 8,5 грамм. Самый большой весит, кажется, грамм 10, 11, 12, что-то такое. Как по мне, вот этот 8,5 грамм самый универсальный размер. Он достаточно компактный, при этом тяжелый и хорошо ловит. На пилькеры, кстати, можно ловить и ставриду. Но это немного другая рыбалка, другая проводка и тому подобное. Вот есть такие пилькеры у меня поменьше. Это, наверное, самый маленький сарган пилк. Три грамма, да? Побольше весит 5 грамм. Вес пилькера также подбирается под размер рыбы, которую мы ловим. Например, на ставридку используются как раз такие небольшие пилькерочки. Это в основном какая-то равномерная проводка, либо такая рывковая проводка с паузами толщей воды. Но при ловле саргана лучше использовать пилькеры побольше. Там очень важен дальний заброс для того, чтобы облавливать большую акваторию. И вот такая хитрость именно на саргана. На пилькер вяжется вот такой вот поводочек. По длине он должен быть сантиметров 6-7, от 5 до 7, скажем так. Лучше его вязать уже из флюрокарбона чуть толще. Это где-то 0,26 флюр, чтобы он был более жестким и не так путался. Это помогает просто улучшить результативность поклевок саргана. За счет его такой вытянутой длинной пасти при поклевках на классический монтаж пилькера очень много сходов и холостых поклевок. Ну, за счет того, что крючок тут более жестко висит. А так, когда сарган атакует такой пилькер, он бывает попадает на поводок, потом вы его просто засекаете, досекаете этим тройничком. И все. То есть, вот флагман сарган пилк 8,5 грамм. Вот, классный пилькер для ловли саргана. Вот у меня есть, они в разных цветах, в разных расцветках. Некоторые просто новые, вот, некоторые у меня уже заряжены вот с такими вот поводочками. Да, это просто он собирает на себя другие пилькеры. Также сарган клюет на силипан, но лучшая снасть на саргана – это все-таки пилькер. Кстати, луфарь, когда он есть, также очень хорошо ловится на пилькеры. Он также клюет на силикон, но пилькеры также очень круто ловят луфаря. Плюс у него такие очень острые зубы, силикон он просто разрывает, уничтожает. На пилькере, конечно, бывают вот эти вот крючочки, тройнички, он отрезает. Вот, но это случается не так часто, в основном тоже нормально все засекается. Ну и перейдем к следующей рыбе, которую мы ловим на море – это ставрида. Про рыбалку, ловлю ставриды я снял отдельный ролик. Там все подробно показано, рассказано, все монтажи, снасти, приманки, проводки, сама рыбалка, ловля ставриды и тому подобное. Ну, сейчас скажу, что нам нужно для ставриды. Все те же монтажи, грузики, крючки, грузики – это весом от 1 до 3-4 грамм, крючки тоже 8-10 номер, небольшие крючочки. Лучше, конечно, использовать вольфрам. У кого есть вольфрамчик, там 2-3 грамма, лучше использовать именно его. Также есть специальные морские джигголовки, которые в толще воды задают особую игру нашим приманкам, скажем так, особую неповторимую игру, которая также очень хорошо соблазняет ставридку. Вот джигголовки японские от Овнер. Они, кстати, светонакопительные, светятся в темноте. Вот 3 грамма, 2 грамма. Рекомендую, очень классная тема. Также на ставриду нам нужен светонакопительный силикон. Это могут быть японские специализированные приманки для ставриды. Сейчас в Украину уже много разного силикона привозят. Есть там силикон Тикт, силикон Ксеста, Мегабас, Джакал, Рейнс. Есть классные ставридовые червячки и тому подобное. У меня, например, есть Мегабас Доктор Чорра. Вот такие вот модельки. Вот это светится, это не светится. Хорошо работают по ставриде. Есть от Джакала пару приманочек и какие-то еще там самодельные светящиеся приманочки для ловли ставриды. Также вам обязательно нужен налобный фонарик, с которым вы будете рыбачить, заряжать ваш силикон и тому подобное. Для рыбалки в море, кстати, рекомендую обзавестись такими щипцами. Им удобно брать любую рыбу, например, того же саргана, чтобы полностью руки у вас не были потом в липкой чешуе. Колючую ставриду можно брать, там, всех там, бычков, скорпен, если попадется и тому подобное. Такие вот щипцы для морской рыбалки, кстати, очень нужная, полезная, удобная тема. Вот, в принципе, и все. Если ловить у нас в Украине, у нас, конечно, к сожалению, количество видов морской рыбы, которую можно поймать, не так много. Поэтому мы ловим ставриду, бычка, саргана. Это, как бы, основная целевая рыба. Вот такой небольшой набор снастей, который занимает очень мало места. Его в любую сумку можно поместить. Тем более, у меня тут два комплекта снастей. Вам, например, нужен всего лишь один. Либо удобно, как, например, на катушечке савада, есть две шпули. На одну шпулю можно намотать 0,4 шнур, на вторую 0,2, например, для более деликатной ловли ставриды. А на саргана 0,4, чтобы не отстреливать 10-граммовый эпилькер. Есть, кстати, японские крутые свето-накопительные эпилькеры, которыми можно ночью ловить ставриду. Но это уже такая более отдельная, специализированная тема. В принципе, вот такие вот снасти. Такая у нас рыбалка. Поэтому, если вам видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну и все. Всем пока. До встречи на воде.